Возвращаемся в студию проект Акценты. Напомню, мы говорим о причинах украинского энергетического кризиса, путях его возможного разрешения и о наших ближайших перспективах, в частности в сегменте возобновляемой энергетики. Говорим с Константином Таранцом, он старший консультант отдела услуг в сфере устойчивого развития международной аудиторско-консалтинговой компании ИВАИ в Украине, и с Георгием Гелетухой, председателем правления Биоэнергетической Ассоциации Украины. Предлагаю эту часть программы с вас, Георгий Георгиевич, начать. Мы посмотрели в конце первой части сюжет о том, как решают энергетические проблемы на Волыне. Как считаете, этот опыт приживется в других регионах? Мне достаточно легко комментировать этот сюжет, потому что компания, которая была показана, является членом нашей ассоциации. То есть вам такой сюрприз, да? Да, я достаточно хорошо знаю этот проект. Я хочу сказать, что это первая коммерческая действительно плантация энергетической ИВАИ в Украине. К этому они шли более четырех лет. То есть только самой этой плантации три года. И до этого шла подготовка этих земель, организационные вопросы. И вот в этом году у них первый коммерческий срез. Они построили три первых котельных уже к этому отопительному сезону. И как бы замкнули сейчас уже производственную эту цепочку. Вот их же щепа идет в их же котельные. Производят тепловую энергию и продают ее в бюджетную сферу тех школ, объектов, которые были показаны. Другие регионы будут к этому подключаться? Ну, смотрите. Все-таки по логике надо в первую очередь, наверное, использовать отходы, которые у нас есть. У нас есть отходы древесные, отходы сельского хозяйства. Вот их использовать, потому что они уже образовались. И параллельно заниматься выращиванием. Все-таки это выращивание специальной культуры. Но те цифры, которые уже может компания-производитель щепы подтвердить на практике, что фактически себестоимость щепы ивы приблизительно равна себестоимости щепы древесной, доставленной из леса. То есть компания может конкурировать своей щепой из ивы с лесной древесиной. И у них есть большое преимущество – это прогнозируемый бизнес. То есть у них уменьшены риски поставки щепы. И вот для Украины это очень перспективно. Почему? Потому что в Украине есть 32 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Из них 4 миллиона гектара неиспользуемых. Поэтому, ну вот зададимся вопрос, что лучше, если эти 4 миллиона гектара так и останутся неиспользованных, причем это достаточно плохие земли, неплодородные, вот как были показаны в Волынской области. Или все-таки на этих землях мы в какой-то степени будем выращивать энергию для себя же. Наверное, интереснее выращивать энергию, экономически уже это оправдано, рабочие места, налоги и так далее. Причем ива растет там, где влажно, но там, где нет влаги, есть аналоги. Тополь, Мискантус и другие можно подобрать энергетические плантации. Практически под каждый регион Украины можно подобрать свою энергетическую плантацию. Украина аграрная страна и если послушать всех наших чиновников, нынешних, прошлых, будущих и так далее, говорят о том, что сельское хозяйство это наше все. Действительно ли мы можем таким образом покрыть собственные потребности в энергетике, да еще и производить энергию на экспорт, как считаете? Ну, наши расчеты показывают, что нет. Все мы не покроем, все мы не покроем. Вот мы оцениваем ресурсы биомассы в Украине в целом на уровне 27 миллионов тонн условного топлива. А Украина потребляет 180. То есть вот где-то уровень 15-18% от общей энергии в Украине мы можем покрыть биомассой. А вот из этих 27 миллионов тонн условного топлива, 17 это разные отходы, которые сейчас есть, а 10 миллионов тонн это то, что мы можем вырастить. Единственное, что тут надо аккуратно, на каком количестве гектаров? Вот наши расчеты на 2 миллиона гектаров. Если мы, ну, так совсем будем смелые в наших фантазиях и замахнемся на 4 миллиона гектаров или на 6 миллионов гектаров, ну, то есть как бы в какой-то момент мы можем, наверное, и всю крейду покрыть, но просто это не очень реально. Есть бизнес, и на черноземах выгоднее выращивать пшеницу и продавать ее по рыночным стоимостям того же зерна, а на неплодородных землях выгоднее выращивать ту же иву и продавать ее как топливо. Константин, мы говорили в первой части программы о том, что 2014 год стал, ну, если не прорывом, то, во всяком случае, довольно успешным с точки зрения развития альтернативной энергетики в нашей стране. Какой из этих сегментов развивался наиболее активно? Солнечная, ветровая, биомасса, может быть, что-то еще? Если мы уже заговорили о конкретных каких-то секторах и конкретных цифрах, в недавнем времени Кабинет Министров Украины утвердил национальный план действий по возобновляемым источникам энергии до 2020 года, где показаны цифры, можно следить прогресс по каждому сектору за последние годы. И приведена конечная цель, 11% в конечном потреблении энергии на 2020 год должно быть, ну, по реалистичным прогнозам, довольно реалистичный этот документ у нас будет замещаться в конечном балансе энергопотребления к целевому году 2020. На сегодняшний день, безусловно, и приведенное видео, и подобные проекты, они носят стратегический характер, потому что позволяют кардинальным образом повысить уровень энергетической безопасности как отдельных территорий, так и в целом страны. На сегодняшний день у нас есть данные экспертных организаций, которые исследовали рынок производства пилет в Украине. В Украине сейчас действует порядка 150 заводов по производству пилет, которые производят порядка 240 тысяч тонн данного продукта, из которых 85% идет на экспорт в страны Евросоюза. Конечно, с точки зрения бизнеса это очень выгодно, иметь в нынешнее тяжелое время валютную выручку, привязанную к стабильной валюте, к евро. То есть, все-таки у нас биоэнергетика в этом году впереди планеты всей в Украине, она потеснила солнце и ветер с точки зрения инвестиций, например? Сложно сказать, однозначно ветер присел, потому что, как вы понимаете, основные объекты сосредоточены были на юге, в Крыму. Больших проектов, насколько я знаю, в солнечной фотовольтайке не было, однако количество юридических лиц, которые получили зеленый тариф на производство электроэнергии из, скажем, нас на солнечных электростанциях, ну, достаточно большое. Национальная комиссия по бывшей НКРЕ, нынешняя комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг, где-то, ну, порядка, если так смотреть, в среднем 5-10 лицензий в месяц выдает на деятельность, связанную с генерацией электроэнергии, из возобновляемых источников и продажей ее в рынок. Вот если посмотреть возобновляемые в области электроэнергии, да, то раскладка примерно такая, 800 мегаватт у нас солнечных мощностей, 500 мегаватт ветра, где-то около 80 мегаватт малой гидроэнергетики и 25 мегаватт биомассы. Тут как раз биомасса отстающая, вот, но это только в области электроэнергии. А если смотреть в целом в производстве энергии, включающей тепловую, электрическую, там, транспортное топливо, да, то раскладка будет совсем другая. Вот несколько недель назад был опубликован баланс, энергетический баланс Украины официальный за 2013 год. Вот интересно, что в целом возобновляемые, значит, у нас выросли, значит, в первичном энергопотреблении у нас было 2%, да, возобновляемых в 2012 году, а в 2013 стало 2,7%. То есть это вроде бы 2,7% выглядит мало, но если посмотреть прирост, то почти 30% прироста, да, за год. Это достаточно хороший показатель. По итогам, прошу прощения, этого года, как прогнозируете, что будет? Я по итогам этого года думаю, что у нас очень вырастет биомасса, очень вырастет. Ну, просто даже вот посмотреть на население, да, как активно население заготовило дрова в этом году, да, мы разговаривали, специально собирали производителей котлов на биомассе, где-то пару месяцев назад. Значит, вот они нам рассказывают, что первая половина этого года был штиль, то есть ничего не покупалось, склады были затоварены котлами, и вот с лета начался, значит, активный спрос на котлы биомассовые. И вот на сегодняшний день, значит, склады пустые, заказов по апрель 2015 года работают в три смены, и кто может, расширяет производство. Вот как бы типичная ситуация сейчас на котельных заводах, которые производят биомассовые котлы. Это же все куда-то идет, то есть поэтому у нас немножко отстает на год статистика, но мы увидим статистику этого года вот примерно через год. Да, что, наверное, не очень правильно, потому что как-то желательно пооперативнее это видеть, но уже как есть. Константин, Вы уже упоминали о своем исследовании относительно энергоэффективности в промышленности. Я бы хотела к этой теме вернуться. Итак, исследование относительно энергоэффективности промышленности в Украине, России, Казахстане и Республике Беларусь. По его результатам почти 90% опрошенных компаний в ближайшие 5 лет, уж коль скоро мы заговорили о прогнозах на будущее, планируют сократить энергоемкость выпускаемой продукции. Как в этом плане выглядит Украина по сравнению с приведенными также странами? Открою Вам маленький такой секрет, не очень хороший, в том, что Украина по сравнению с четырьмя названными странами по показателю энергоемкости валового продукта, она находится наихудшем положении, она четвертая, и ее показатели где-то порядка в 3,5 раза хуже, чем среднемировые показатели по употреблению энергоносителей на единицу создаваемой экономикой стоимости. Это сейчас. А планируют ли как-то менять эту ситуацию? По крайней мере, есть такие намерения у опрошенных Вами компаний? Пообщавшись с компаниями различных отраслей, прежде всего энергоемкими компаниями, представителями энергоемких отраслей, мы пришли к выводу, что компании на сегодняшний день имеют у себя портфель проектов по реконструкции производства, снижению показателей энергоемкости. Однако они не реализуются по тем или иным причинам. Прежде всего, рыночные ограничения, доступ к денежной массе, риски высокие на ближайшее время. Большинство компаний на сегодняшний день, скажем так, если анализировать ситуацию, вот день сегодня, их сегодняшнее энергопотребление, есть лучшее потребление, наилучшая доступная технология, и есть средние показатели по отрасли, то компании стремятся стать как минимум не хуже, чем конкуренты. Уже неплохо. Да, уже неплохо, да. И вот если брать энергоемкие отрасли, то наши компании в химическом производстве, в тепловой энергетике, они как минимум не хуже, чем компании-конкуренты, такие же здесь, по крайней мере, в СНГ. И у каждой из этих компаний есть, поверьте мне, есть проекты, инновационные проекты в портфеле, которые проработаны, которые могли бы быть реализованы, изменить чуть-чуть нынешняя ситуация, может быть прогнозируемость какая-то, снижены риски, то есть, немножко лучше бизнес-окружение, немножко лучше атмосфера в стране, и работа в данном направлении, она будет идти, особенно учитывая те цены на природный газ. Буквально недавно общались с одной компанией, они сообщили, что стоимость тысячи кубов для природного газа, для предприятия, для конечного потребителя, уже более 7 тысяч гривен составляет. Да, повышаются дрифты, к сожалению, это суровые наши реалии. У нас минута до окончания, давайте перейдем к прогнозам на год наступающий. Чего ожидать в энергетической сфере, в частности, в возобновляемой энергетике, по вашим оценкам, Георгий? По моим оценкам, продолжится рост возобновляемых источников энергии в Украине, но я думаю, что приоритет немножко сейчас переходит на сторону тепловой энергии, поскольку она непосредственно замещает газ, и мы ждем роста в первую очередь в этом секторе. В секторе электроэнергии из возобновляемых мы тоже ждем изменения законодательства. Все-таки есть уже набившая скому всем проблема местной составляющей, проблема неправильного определения биомассы, перестимулирован один из секторов солнечный и недостимулирован тот же биогаз. То есть это известные проблемы, которые даже уже как бы не хочется их обсуждать, но, наконец, они легли на бумагу, появился проект закона правительственный, появился аналогичный проект закона депутатский, то есть мы ждем, что вот в первом квартале 2015 года кто-то из них будет принят, и мы разблокируем вот эти самые такие болезненные вопросы в области электроэнергии, и тоже процесс там продолжится. И думаю, что мы будем стремиться выполнить вот этот национальный план действий по возобновляемой, который мы обязались перед энергетическим сообществом принять, который нам просто по экономическим причинам выгодно выполнить, и мы будем вот двигаться в этом направлении. Константин, компания EYRAS Quartal проводит исследование, которое называется «Индекс привлекательности стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику». Мы в этой программе частично тоже упоминали уже о нем, и упоминали в том ключе, что сейчас Украина на последнем 40-м месте. Как считаете, в следующем году нам, во-первых, удастся ли удержаться в этом рейтинге, а во-вторых, ну по оптимистичным прогнозам, удастся ли улучшить свои нынешние позиции? Ну, вы вот так говорите, 40-й показатель, он состоит там в исследовании из нескольких, он строится из нескольких показателей, и не по всем из них мы последние. В частности, если брать вот солнечную фотовольтайку, солнечную энергетику, мы занимаем там, ну, немного более оптимистичное 35-е или 36-е место. Вот, то есть какие-то технологии лучше, какие-то хуже, но опять же, повторюсь, возвращаясь к началу нашей дискуссии, на такое плачевное положение дел здесь прежде всего влияет вообще в целом ситуация в стране-то та, которая есть. Если говорить о прогнозах, пообщавшись с компаниями в рамках интервьюирования, с теми компаниями, которые планировали или планируют свою деятельность в области генерации электроэнергии, один из рисков для них, это вот был принят указом 680 о Министерстве энергетики и угольной промышленности, так называемый документ, утверждающий перспективный план развития энергосистемы, который обязывает согласовывать мощности, генерирующие более 5 МВт, с оператором системы и их размещением. Однако, насколько я знаю этого плана, на сегодняшний день в глаза еще никто не видел, хотя он должен быть введен в действие с 1 января 2015 года. Есть предпосылки, что мы останемся все-таки в указанном рейтинге, как считаете? Хочется все-таки верить в лучшее и, опять же, уходя от показателей текущих, вообще в целом, вот посмотреть на отрасль возобновляемой энергетики, например, там, где она была 10 лет назад и там, где она есть сейчас. То есть мы имеем дело с непрерывным развитием, с ростом, с наращиванием мощностей по производству топлива, по производству тепловой энергии, производству электроэнергии. И та цифра, которую я озвучил, 11% в 2020 году, это большой рынок, это хороший сегмент традиционных топливов, будет замещен возобновляемыми источниками энергии, источниками энергии, использующими биомассу и прочими. Поэтому есть над чем работать. Да, давайте будем работать и будем надеяться все-таки, что работа увенчается успехом. Я благодарна вам за участие в программе. Время стекло и мы будем заканчивать. В конце лишь напомню о том, что мы говорили об энергетике, в частности, об альтернативной. И может ли она хотя бы частично помочь в разрешении украинского энергетического кризиса. На этом пока все. Увидимся на телеканале Первый деловой. Одяг ведущих наданий мастхев.